Сколько жалоб рассмотрено, дворов благоустроено, а незаконных построек снесено. В администрации города прошло городское совещание, посвященное наболевшим вопросам. Так, за минувшую неделю от жителей округа поступило более тысячи жалоб. Из них 630 рассмотренных обращений. Однако, некоторыми из них горожане оказались неудовлетворены. Например, плата за коммунальные услуги, вывоз мусора, работы светофоров и проблемные пешеходные дорожки. С этими жалобами горожане обращались повторно. Всего таких обращений около 150. По словам представителей власти, число их снижается. Коллеги, держите этот темп, не останавливайтесь. Мы понимаем с вами, что никто не будет обращаться просто так, за исключением редких случаев. Поэтому повторы мы не должны никакие получать. Должны давать исчерпывающие ответы жителям, чтобы было понятно на все 100%. Подчеркиваю, именно на все 100%. На особым контроле у администрации самострой. Так, за минувший месяц власти снесли около двух десятков незаконных построек. И по 17 объектам идет судебный процесс. Что такое для нас самоволенное строительство? Это уход от налогов, в первую очередь. И уход от аренды земли. Так мы получаем деньги в бюджет. На эти деньги развивается город. Так мы ничего не получаем. Поэтому, если мы не будем бороться с самоволкой, люди не будут выходить на аукционы, брать участки с аукционов, не будут платить за разрешение на размещение, будут просто строиться самовольно. Подвели итоги и по строительству, но по законному и плановому. В уходящем году власти выполнили и даже перевыполнили план по благоустройству дворов. Детские площадки, облагороженные парковки, новое освещение и скамейки появились более чем в полусотне дворов округа. Мы перевыполнили план, да, в этом году? Сделали на один двор больше? Да, Павел Иванович, перевыполнили план, что тоже немаловажно для нас. Добавим, что за последние пять лет в Химках преобразилось более 250 дворов. Программа благоустройства территорий в следующем году продолжится.